Пообщаться со своей управляющей компанией жильцы этой многоэтажки могут не выходя из дома. Уже почти год жилищно-коммунальные проблемы здесь решает организация «Лидер». Отремонтировали колясочную и теперь тут проводят прием граждан. На сей раз жильцы жалуются на местного вандала, несовершеннолетнего хулигана. Новые ящики для жалоб и предложений только повесили. Они уже сломаны. И это не первое посягательство на имущество малолетнего соседа. Домофон уже испорчен. Уже разбито стекло, уже там магнит двигается бесконечно. Бесконечное количество раз уже вызывали мастеров. Управляющая компания сейчас наша повесила доску информации. Уже не один раз ее портили. Так и пришлось снять, потому что невозможно. Сколько раз не повесить, все испортили. Впрочем, следы вандализма несложно отыскать в любой ивановской многоэтажке. А помимо этого есть проблемы и поважнее. Например, на что управляющая компания тратит собранные деньги. К лидеру таких вопросов не возникает. По Суховке, да, один дом был, 22Б. Там, ну, очень был проблемный дом, очень активные жители. Они не выходили буквально из моего кабинета, не выходили из администрации. Ну, были недовольны управляющей компанией, которая управляла их домом. Вот с приходом новой компании жалобы прекратились. То есть на звонок контрольный там сказали, что все прекрасно, не нарадуются новой компании. У нас идет отчет поквартально. Мы знаем, куда уходят наши деньги, куда тарифы у нас не повышаются. Отчитывается Наталья Юрьевна постоянно за электричество, что у нас сейчас не носят корректировку. Только с наших домов начало с ноября прошлого года, потом по всем остальным домам не стали носить корректировку горячей воды. Сейчас прекратилась корректировка холодной воды, не носят, потому что она тоже связывалась по электронной почте с водоканалом. Теперь из оплаты электроэнергии дело обстоит куда яснее. Провайдеры связи с недавнего времени на чердаках размещают свое оборудование легально. За потребляемую энергию платят сами. Ранее сумма распределялась на жильцов. На данный момент у нас уже окончательно заключен договор с компанией Интеркомтел. Что это значит? Это значит, что в течение года они будут нам, так как они пользуются, арендуют наши территории в доме, они будут носить нам небольшую абонентскую плату за это. В случае проведения каких-либо работ и нарушения целостности, например, стен или еще чего-то подобного, согласно договору, они это будут восстанавливать все так же за свой счет. Пока у компании Лидер только один дом. Но тем не менее с конкуренцией на рынке управления они уже успели столкнуться. Причем выглядит она в Суховке довольно странно. С конкуренцией мы тоже столкнулись. И столкнулись даже, знаете, как-то странно. Не в плане, например, какой-то другой компании, которая бы захотела, как говорится, нас потеснить в доме. А оказывается, что есть такие правозащитники, активные жители Суховки, которые не хотят, чтобы пришла какая-то новая компания и начала просто нормально работать. Без проблем, без долгов и так далее. Однако злые языки – это только стимул делать свое дело еще лучше. Меньше чем за год работы управляющая компания отремонтировала в доме межпанельные швы. Провели капитальный ремонт теплотрассы. Залатали дыры в подвале и на крыше. И это только видимый результат. Лидер предпочитает работать на опережение. Большое значение в работе отдают профилактике.